Всем привет! Вы смотрите мульт-обзор! Самые горячие новости из мира анимации! Сегодня в выпуске! Необычный гость в нашей студии! Спортсмен и блогер Дружок Барбоскин! Ух ты! Круто! Это же просто мечта! Семь еноток, семь нот! Как их зовут и что они поют? Всё, что мы знаем о героях нового мультсериала! Ре, давай с нами! Потом, в ней эксперимент! И супер-премьера! Полнометражный фильм о Кощея Бессмертном на большом экране! Смотрю, тебе не терпится в герои, дружище! Сейчас будет немного больно! У-ху! Держись! Только сейчас, только у нас! Столько в мультобзоре! Смотреть всем! Тиля, взбодрись! День только начинается! Ой! А я что-то уже устал! И настроения нет! Не выспался? Да, я просто мультики допоздна смотрел! Какие? Ну, какие-какие! Барбоскиных! Люблю, когда главные герои похожи на меня! А на кого именно похож ты? На Гену, дружка или малыша? На дружка, конечно! Ну, прямо сейчас ты на дружка не похож! Он веселый и заводной, а не сонный, как муха! Да, интересно, как это у него получается? А давай узнаем! Раз, два, три! Дружок в гости! Приходи! Ого! Как я здесь оказался? Хе-хе! Волшебство! Привет! А я Каркуша, а это Филя! Рад знакомству! У нас к тебе вопрос! Скажи, как быть таким же игривым и активным, как ты? Я много гуляю, бегаю, играю в футбол и другие подвижные игры! Филя, мотай на ус! Угу! А если мне грустно, я общаюсь с друзьями и семьей! Они лучше всех умеют меня взбодрить и развеселить! Хе-хе! Угу! Так-так-так! Я запомнил! А, значит, нам, Филя, нужно срочно найти Хрюшу, Мура и Степашку! Мы поболтаем, посмеемся и твою сонливость как рукой снимет! Хе-хе! Да, спасибо за совет, дружок! Не за что! Всегда рад помочь! А еще у меня предложение! Давайте тоже будем друзьями! Ты серьезно? Я об этом всегда мечтал! Похоже, завести нового друга тоже отличный способ поднять настроение! Ой, я совсем забыл про школу! Мне пора на уроки! Приходи к нам еще! До новых встреч, дружок! Пока! Еще увидимся! Ух, я теперь так взбодрился! Готов петь и танцевать! Ох, значит, самое время познакомиться поближе с героями нового сериала Енотки! Они тоже любят петь и танцевать! Хм, конечно! Они же ноты! А еще у каждого из них свой характер, талант, необычное имя и привычки! Ой, давай скорее узнаем о них все! Вперед в гости к еноткам! В волшебной музыкальной шкатулке живут семь нот! Семь еноток! Это маленькие милые создания, которые любят петь, танцевать, веселиться! И у каждого из них свой неповторимый характер! Раз, два, три, четыре, пять! Давайте петь и танцевать! Дока, она же нотка До, самая старшая и самая ответственная енотка! Она отличный организатор и всегда присматривает за малышами! Дока, иди к нам! Давай танцевать! Сейчас, Ляля, еще вот тут убираю! И вот тут, и вот здесь! Енотка Ре знает ответ на любой вопрос! Мими отлично рисует и обожает искусство! Ляля, снежинка, как настоящая! Нота Фа или Фа? Мастер на все руки! А Со, нотка Соль! Очень активный, настоящий спортсмен! А кувыркаться весело! Ляля, нотка Ля, красотка и большая любительница танцев! А малыш Си, хоть и самый младший, но самый сильный! А еще он говорит на собственном детском языке! Си! Си, малыш! Дай мне, пожалуйста! Си! А еще у каждого из еноток на груди особый знак! Он подчеркивает их характер и намекает на их увлечение! Например, знак Ляли – звездочка! Потому что она настоящая звезда! У Мими – цветочек! Потому что она женственная и милая! А у Со – молния! Вот у него молния – это говорит о его энергичности и активности! Это Ре! У него на животе ребус! Он любит разбираться в сложных программах, в технике! Например, Ре! Вот у него ребус! Ну, такой – это элемент пазла! Это говорит о его умственных способностях, о том, что он больше всего любит! Он больше всего любит разбираться в сложных программах, в технике! Но у него такой склад ума! Еноток столько же, сколько цветов радуги! Поэтому у каждого свой цвет! А еще свои движения и танцы! А сейчас главная новость этой осени! Совсем скоро мы сможем посмотреть мультипликационный фильм «Кощей. Начало». Не переключайтесь, чтобы узнать подробности! Однажды в Дивноземское княжество нагрянул безжалостный монстр – Белый призрак! Только один герой может противостоять чудищу! Он силен, красив и водит в мотоцикл! А зовут его Кощей! Кто вы? Перед тобой знаменитые герои! Вау! Взлетаем! Быстро! Да-да, вы не ослышались! В новом блокбастере по мотивам русских сказок Кощей вовсе не злодей! Ха! Вот так номер! Мария, расскажите, какой он ваш Кощей? Каркуша, наш Кощей, очень необычный! Он совсем не такой старец, который чахнет над златом, как мы привыкли видеть в сказках его! А это молодой воин, который ищет себя и свой путь! И который, пройдя много-много разных приключений, обретает бессмертие! Я все равно найду тебя! У Кощей есть могущественное оружие – меч-кладенец, причем говорящий! У него свой взгляд на жизнь и отличное чувство юмора! А озвучивает его шоумен и музыкант Тимур Родригес! И что я вижу? Шикарные ножны! Кощей, а давай ты мне их купишь сейчас? Но это как будто на день рождения, а? Его желание, так скажем, комментировать происходящее, давать советы, быть полноценным участником событий и, самое главное, чуть ли не лучшим другом Кощея, вот это делает его смешным! Потому что по факту мы же видим, что он достаточно нелепый персонаж, который еще, плюс ко всему, не наделен нужным количеством смелости! Кощей! Я должен тебе признаться! Я не герой! Я не герой! Я соврал в резюме! Кощея ждут нелегкие испытания! Ему предстоит пройти множество приключений, встретить свою любовь, обрести бессмертие и сделать нелегкий выбор – спасти мир или свою любовь! Смотрю, тебе не терпится в герое, дружище! Сейчас будет немного больно! Держись! Мамочки! Фильм не обойдется без Бабы-Иди и Змея Горыныча, а еще в нем появится героиня сериала «Сказочный патруль». Только они будут уже не детьми, а взрослыми девушками. Вы водите мотоцикл? Снежка! С тобой с пирогом ворвемся в историю! Наш выпуск подходит к концу! Смотрите нас на канале «Карусель»! Если любите мультики, так же, как и мы! С нетерпением ждем ваши письма и рисунки с любимыми мультперсонажами! Присылайте их на электронную почту мультсобакатвкласс.ру Лучшие работы мы покажем в эфире! До скорого! Пока-пока! Кар-кар-кар!